Бельгийской прокуратуре потребовалось больше месяца, чтобы предъявить прессе результаты обысков в различных районах Брюсселя, которые были проведены в течение двух масштабных спецопераций. Теперь, как утверждают власти, пазл того, что происходило сразу после теракта в Париже, окончательно сложился. Итак, 14 ноября на раннем утром Салах Абдеслам с двумя сообщниками прибыл на машине в Брюссель. В районе стадиона имени короля Бадуэна он пересел в другую машину, которая его доставила на улицу Берже, где в этом доме, в квартире на третьем этаже, в ходе спецоперации уже 10 декабря, и была обнаружена взрывчатка, а также три пояса смертника, ну и главное, отпечатки пальцев главного подозреваемого. Вообще-то выяснить точную дату, когда отпечаток пальца был оставлен, нельзя. Но эксперты-криминалисты могут определить, давний он или нет. Здесь много параметров. Влажность, качество самого отпечатка. Насколько важна эта информация, особенно с учетом того, что Салах Абдеслам по-прежнему в бегах, полиция ответить затруднилась. Как выглядит главный подозреваемый, и так всем хорошо известно. А был ли он в этой квартире 13 ноября или 15? Кому сейчас это важно? Но ведь до сих пор никто не может ответить на главный вопрос. Салах все еще в Европе или уже на территории исламского государства в Сирии? Ну а масло в огонь подлил федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев. Он официально предупредил всех о возможности теракта ровно через неделю, 15 января. Официальное заявление прокуратуры просто прекрасно. Я его процитирую. Существует угроза, что кто-то совершит теракт 15 января в нашей стране. Мы знаем, что террористы придают большое значение датам. Так вот, 15 января в Бельгии имеет большое символическое значение. Ровно год назад полиция провела крупнейшую и успешную операцию в городе Вервье. А террористы сейчас могут мстить. Конец цитаты. В общем, все как в старом анекдоте. Волнуйтесь, подробности письмом. Вадим Глузкин, Борис Фильчиков, Европейское Бюроинтв.